Доброго здоровья! Дорогие наши телезрители, сейчас, как мы видим, вся природа просто оживает. Ты вдыхаешь какую-то энергию весны, и хочется жить, работать, и впереди как бы лето. Мы всегда друг другу желаем многие лета, ну а будут лето и будут зимы, значит много лет, много зим. Вот видите, откуда это все начинается. Со вселенского праздника Пасхи, и потом, если хотите, радостный весенний труд. В этом есть здоровье, которое дает потом многие лето и многие зимы. Вот сейчас, в условиях вот этого, если хотите, стресса 21 века, появляются новые игрушки, новые айфоны, новая пластмасса. Человек полностью закрыт, начинает больше болеть, у человека появляется больше стрессов. Есть антистрессовая терапия. Мы как бы своими ногами ходим по земле, своими руками забираем вот эту энергию от этого космоса, красоты, которая вокруг нас. И мы своими руками ее созидаем. Каждый овощ, каждая травинка на земле помогает человеку быть здоровым. И только слепость наша позволяет пренебрегать этим уникальными вещами, быть нездоровым. Вот сейчас посмотрите, вот магазин, вот аптека. Вот магазин, вот аптека. Наши предки всегда говорили, что людина есть, так вона и хворие. Мы приходим на землю, на свои дачи, не только для того, что мы не можем купить, а просто мы выражаем таким образом желание быть здоровыми. Очень легко мы можем привыкнуть к кофе. Прекрасно к табаку привыкаем, к алкоголю привыкаем. И так отвыкаем от естественного существования. То есть человечество в 21 веке должно научиться брать то, что из природы здоровое, изучать, что есть хорошего в данном овоще, в данном фрукте. То есть мы с вами начинаем такую рубрику. Какая польза для организма? От чего и что лечит? Жду ваших предложений. Мы будем творить сегодняшние и завтрашние наши передачи. У нас уже брызнут сейчас цветы на яблоньках, грушах. И очень сильно оленка волохата поедает не только соцветия, а вот и листики, цветы седает, и тюльпаны, и многие другие растения. Мы от оленки волохата, вот сейчас Филипп делает раствор. К сожалению, без химических препаратов, инсектицидов мы оленку с вами не поборем. Что делает Филипп? Он сейчас разливает в маточный раствор биологически активное вещество, такое как биоглобин, из расчета 10 мл биоглобина на 8 л воды, например. Биоглобин – это живой белок из плаценты, который вот этим почечком, вот этим листиком всем даст сильнейший толчок в делении клеток. И, ну, естественно, будущая прибавка урожая. То есть биоглобин раз в 3 недели мы применяем. Обратите внимание, к инсектицидам, калипсам или к биотлину мы с вами добавляем биологические бактериальные препараты. Санимикс, например, щедрый сад. Причем щедрый сад может использоваться на все растения в саду. И кроме щедрого сада мы добавляем вот сейчас биокомплекс, который входит туда прилипатель и бактерии от заболеваний листьев и бактерии, которые берут азоты с воздуха. Биологические препараты применяются для того, чтобы уменьшить стрессовое действие инсектицидов, в данном случае калипса или биотлина, предназначенных для защиты цветочных и плодовых культур от вредителей. Использование органических бактерий, которые из воздуха берут азот, великое дело. Вот Филипп туда нес, подчеркиваю еще раз, биотлин, биокомплекс, санимикс, щедрый сад, биоглобин. Таким образом, маточный раствор мы приготовили, в маточном растворе смешали и от вредителей вещества, и ростовые вещества биологического происхождения, чтобы снять стресс от нагрузки пестицидов. Для предотвращения воздействия вредных факторов обработки осуществляются при использовании индивидуальных средств защиты. Следите за тем, чтобы на вас не дул ветер, всегда работайте с подветренной стороны. В данном случае группа препаратов не очень токсична, и поэтому Филипп делает обработочку, он цветы у нас опрыскал, яблоньки, грушки, там на сливах, на абрикосах много, оленки, ну прямо сжирает цвет, это ужасно. А ведь придется вечером работать, потому что пчелочки, пчелочки, сейчас, если что, мы при прямом контакте их поразим. Под вечер, как пчела пойдет в улей, мы моментально накроем этого агрессора, если хотите. Всегда вместе со всеми химическими препаратами добавляйте обязательно биологические подкормки, и это у вас будет экологически более чистый продукт. Итак, дорогие друзья, чтобы получить здоровые растения, нужно иметь здоровую рассаду. Наша цель в этом году полностью идти по методике здорового образа жизни растений и получить здоровый продукт, который получит наш организм, чтобы он оздоровился. Для достижения этой цели, я уже говорил, мы используем биологически активные вещества, биокомплексы, и мы в этом году начали использовать удобрения живая или живыльно-силок. Вы видите, вот сзади у меня рассада, она как бы вытянулась немножечко, но здесь же, как вы видите, земли мало, 4 сантиметра. Естественно, ей питаться от той практически корневой системы негде, вот здесь мы видим до 70 ростков. За счет чего мы питание растений организовали? За счет удобрений. Вот у нас комплекс 20-20-20 и кемиролюкс. Ну, в данном случае мы используем две вещи. 20-20 это на огурцы, а кемирулюкс для всего, в частности для петуний и помидор. Но уже теперь кемиру не даем, потому что они видите, как хорошо у нас нагуляли вес, как бы им надо в тренажерный зал. А вот как бы тренажерный зал мы организовываем более такой постной диетой, даем монофосфат калия, как ограничитель роста. Он больше будет действовать на корневую систему растений, притормозит рост, посинеют, покраснеют ножки. И самое главное, заложится много бутонов, то есть заложится большое количество будущего урожая. Ну, а для достижения, так сказать, цели большей и лучшей связываемости удобрения и улучшения микроклимата при корневом шаре, помощники мы туда вносим биологические бактерии. Вот тройчатку, например, биокомплекс или санимикс. Если бы мы не давали кемиру, то можно здесь удобрения с микроэлементами щедрый сад. А поскольку мы даем кемиру, то мы делаем две вещи. Кемиру люкс и биокомплекс БТУ-центра, который в себя включает, я уже говорил, азот, фиксирующий бактерии. Но это не тот азот, что позволяет растениям жировать. Это совсем другой азот атмосферный. И потом есть фитоцидные бактерии, которые уничтожают патогены. И прилипатель очень хороший, который влагу удерживает и в почве, и на растениях. Что мы делаем? Обычно на 20 литров мы делаем с вами монофосфатокалия где-то столовую ложечку с горой. Потом Филипп туда внес живые бактерии, чтобы лучше ферментировать, чтобы более натуральное это было удобрение. Я, к слову, хочу сказать, что использование вот этих кемиры, монофосфата говорит о том, что эти удобрения, люкс, вот написано, кемиролюкс. Почему? Потому что в этих удобрениях отсутствует хлор, отсутствует мышьяк. То есть это высокой очистки удобрения, которые для организма человека, если они попадают уже в культурах, не имеют той нагрузки, если сравнивать с такими более тяжелыми, как нитромофоска и так далее, промышленными удобрениями. Теперь выливаем маточный раствор, двухведерную выворку, и получается у нас с вами рабочий раствор. То есть мы делали маточный раствор, рабочий. Подытожим. Для того, чтобы рассада не тянулась, приостановила рост и укрепилась ее корневая система, используем монофосфат калия. Для повышения стойкости к воздействию отрицательных природных факторов, сбалансированного питания растений и улучшения химического состава продукции, добавляем биокомплекс БТУ. Причем вот сейчас еще мы используем привикур. Да, он несколько не биологический препарат, но мы используем его против болезней корневой системы и стеблевой. То есть для уничтожения всех гнилостных и других спор в болезни. То, чтобы рассада росла идеально чисто. Срок действия, допустим, после обработки привикура порядка две недели. Ну, а как же нам быть в питунье? Для того, чтобы ускорить ее рост, чтобы она была более пышной, наоборот, я буду давать чисто кемиру люкс вместе с биокомплексом. Таким образом, кемира мы будем подкармливать и огурцы, и другие подрастающие вот тут культуры. То, что надо подтянуть, мы используем кемиру. То, что надо придержать, мы используем монофосфат калия. Но везде обязательно минеральные удобрения, пусть они экологически чистые, все равно надо смешивать с биологическими, органическими бактериями. Продолжаем нашу, так сказать, работу. Самый лучший отдых, я всегда говорю, это смена занятий. Сейчас самое время подумать и о луке. Первую волну лука мы высадили, но это же перо как бы раньше будет, а потом хочется все время иметь молодое перо. То есть мы сажаем лук в несколько этапов. Сейчас мы вот параллельно с вами, как вы видите, делаем вынос рассадки. В данном случае мы выносим огурчики, пусть они привыкают к улице. Сейчас мы вынесли и перчики. Сейчас вот такая погодка. Обязательно закаливание рассады, перед тем, как в маю вы их высадите, они должны пройти вот этот период привыкания, хотя бы недельку на улице побыть. Перед посадкой необходимо провести закаливание рассады, тогда растения с наименьшими потерями смогут приспособиться к условиям открытого грунта. Закалку нужно проводить, как только уличная температура поднимется выше 10-12 градусов. Рассаду рекомендуется оставлять открытой днем и ночью за 3-4 дня до высадки в грунт. Чем длиннее период закаливания, тем она будет крепче и жизнеспособней. Я сейчас вернусь к теме здоровья, который несет в себе лук, и люди все-таки хотят лечиться и травами, и здоровой пищей. И в народе, как говорится, лук – катсиминедук. Мы как-то коснемся, а какие же все-таки целебные свойства лука. Я могу начать с противопоказаний. У людей, у которых проблемы, язвенная болезнь, гастриты в острой форме, с луком надо осторожно. Но отказаться от него нельзя, потому что именно вот эти заболевания, они свидетельствуют о том, что у человека нарушена иммунная система. В организме непорядок. Луки бывают разные. Красные, белые, желтые луки. И каждый имеет свою, так сказать, биохимическую лабораторию. Он синтезирует в себе полезные свои вещества. А именно, если взять лук-шалот, это лук, который имеет огромное количество сахаров. То есть регулирует именно там сахара и вещества, которые для диабетиков очень полезны. В регуляции инсулина и так далее, и так далее, и так далее. Когда вот этот лук пойдет на перо желтый, то в нем огромное количество витамин С. В нем есть серитонин. В организм вместе с витамином С поставляет кальций. И регулирует баланс веществ, которые очень важны для ногтей и для луковиц волос. То есть это ногти и здоровые волосы. Полезное именно главное свойство у лука – сильно антибактериальное воздействие. Даже стафилококк подавляется в организме. И если постоянно в крови есть наличие продуктов, которые несет себе лук, вирусы, инфекции, грибки, которые попадают в кровь, лук удерживает их. И адаптация организма, иммунная система организма, значительно укрепляется. Многие говорят, мы не переносим его, вот как. Ну это же страшно подумать. Привыкли к алкоголю, привыкли к табаку. И не можем привыкнуть к тому, что веками ели предки. Это не страшно, вдумайтесь. Ну а теперь вернемся к луку. Нам надо знать, как правильно выбрать посадочный лук. Чтобы получить вот такую вот большую луковицу, весом 200 грамм, 150 минимум, надо луки брать не южной зоны, Одесской области, а брать вот именно нашей зоны. Лук должен быть по созреванию от 95 дней до 120-115 дней. Тогда этот лук в нашей зоне, тогда он даст урожай. Вторая хитрость. Чем меньше луковица по размеру, тем крупнее будет сама будущая луковица. Допускается от такого до вот такого. А если будет вот такой крупный лук, они дешевле продаются. Правильно, они пойдут на перо, а еще хуже того, застрелкуются. То есть более крупный лук, он стрелкуется. Вам что нужно? Луковица или стрелкование? Теперь, ну, выбрали вы луковички по калибру, выбрали вы луковички по срокам созревания. Теперь нам надо, вот где, вот видите шейки, прорастает, например, лучок, вам надо, ну, не полениться, а обрезать вот на таком уровне шеечку, чтобы получилась вот такая горловинка. То есть для чего? Чтобы это больше была площадь пера, ветвления. Также, чем больше вот мы шейку откроем, тем быстрее этот лучок прорастет и больше даст пера, и быстрее укоренится. После этого нам что надо сделать? Провести допассивную обработку лука. Я бы советовал биологический способ использовать для того лука, который мы с вами будем использовать для пера. Ну, биологический способ – это два препарата. Первый – это надийный закрома. Здесь бактерии, которые убивают гнилостные, грибковые бактерии. То есть эти бактерии питаются вредительными бактериями и обеззараживают. У кого мало лука, может взять вот так фитоцид. Это бактериальный препарат для протравливания бактериального. Но чем отличается надийный закрома? То тоже такие же бактерии, как в фитоциде, но кроме этих бактерий в надийных закромах микроэлементы. Очень важные вещества. Это цинк, бор, молибден, медь и азот, фиксирующий бактерии. То есть стимулировать будут рост. Если вы, допустим, не взяли надийный закрома, а используете только фитоцид, то микроэлементы вы можете внести, допустим, взять кемиру люкс, открыть, взять маленькую такую пол чайной ложечки, вот так, раз, и все. Вот этот цвет мы достигли. Вот этого достаточно. Лук возьмет все это. То есть это первый вариант. Ну и сюда мы высыпаем лучок, как бы, и замачиваем его. Где-то 3-4 часа, ну, где-то вот так мы его замачиваем. Этот лук мы будем кушать, давать нашим детям, внукам, для их здоровья, на перо. А если нам надо чисто идти на луковицу, большая посадка, то мы используем препарат Вафатокс. Это уже химический препарат. Принцип такой же растворения. На 1-2 литра воды мы берем пачечку Вафатокса, он будет красного цвета, такого как Престиж, заливаем в корыдце и утапливаем лук вместе с кемирой люкс обязательно. И он с микроэлементами стимулируется его прорастание. Через 2-3 часа можно это все слить, лук напитался и посадим. Что дает этот метод? Луковая муха не будет повреждать лук. Ну, я могу вам совет дать. Есть такой препарат Актора, имеет низкую токсичность. То есть до вот этого фитоцида или надийных закромов добавить Актору. Вот тогда муха луковая тоже будет погибать. И вредности такой особой мы не будем иметь. Ну, и теперь вот как бы подвести итог всему вот этому. Для того, чтобы получить продукт, который будет помогать нашему здоровью, мы изучаем варианты технологии. Вот на сегодняшний день я как бы представил вашему вниманию наиболее оптимальные и правильные, безопасные технологии для воспроизводства в домашних условиях лука. Все надо делать с умом. Возвращаемся к той мысли, с которой и начинали, что здоровье наше складывается из комплекса того, что мы делаем, в какой среде мы обитаем, где мы оздоравливаемся и с того, что мы с вами, какую, насколько здоровую продукцию потребляем. Ну и на этом я хотел бы всем пожелать здоровья, чтобы вы его творили своими руками, своим разумом и с Божьей помощью. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин